Продолжение следует... В общем, тогда начинаем уже переходить к изучению основного материала, который у нас на сегодня подготовлен. Я вчера еще вам обещал, что для тех, кто был на вчерашнем занятии, что сегодня будет вебинар уже такой более, может быть, серьезный. Потому что мы уже несколько раз проводили вебинар на тему фигурографического анализа, их эффективное применение в своей торговле. Поэтому я думаю, что большинство из вас, а может быть и все, уже знакомы с фигурами, то есть как они выглядят, я думаю, что вы представляете. Другое дело, что нужно некоторое количество времени на то, чтобы быстро научиться на графике, на чистом графике для себя определять те фигуры, которые мы, скажем, знаем. То есть мы можем их прекрасно знать, как они выглядят, можем их строить, но у нас может быть проблема с тем, чтобы их очень быстро отыскивать. И вот сегодня мы проведем, я думаю, такое более практическое занятие. Будем стараться прямо в режиме реального времени на графиках отыскивать фигуры вместе. То есть я, конечно же, произвел некоторые заготовки, которые хотел бы вам показать. Но сегодня сделаем именно упор на то, что будем в режиме онлайн, отчасти экспромтом, будем находить наиболее удачные торговые возможности. Сейчас я запустил демонстрацию рабочего стола, вы должны будете сейчас видеть торговый терминал, например, МТ-4. Если это так, то, пожалуйста, тоже сообщите. Я думаю, что сейчас должно его хорошо быть видно. Да, отлично. И, конечно же, если уж сегодня у нас такое занятие более практическое, то нам не обойтись без нашего дополнительного инструмента, нашего помощника, о котором мы также уже неоднократно говорили, и который, я считаю, поможет существенно повысить эффективность нашей торговли. Например, я говорю о сервисе AutoChartist. Он доступен совершенно бесплатно для наших клиентов. Надо сказать, что далеко не каждая компания может предоставить данный инструмент. Напомню, что в личном кабинете на сайте компании, в разделе «Сервисы» вы можете найти вкладку. Теперь она называется по-другому, чтобы было более понятно для тех, кто, может быть, пока еще не знаком с данным сервисом. Она называется теперь «Торговые сигналы». То есть мы нажимаем «Сервисы», «Торговые сигналы», и затем уже переходим на страницу, на которой нужно нажать кнопку «Войти в AutoChartist». После чего у нас открывается подобная страница, на которой мы видим, прежде всего, вкладку «Наши фавориты». Здесь представлены, по мнению разработчика, наиболее перспективные торговые возможности. Также есть вкладка, где проранжированы уже и поставлены в такой список перечень наиболее, ну, опять же, даже не наиболее удачные, да, абсолютно все торговые возможности, которые видят аналитики данного сервиса. И мы уже можем в том числе даже сортировать их. То есть, например, моя, одна из любимых фигур графического анализа, это «Треугольник». Я все-таки торгую чаще всего на основе уровней классических поддержки сопротивления. Но и «Треугольник» также мне очень симпатизирует как фигура графического анализа, потому что на самом деле очень часто мы видим, что данный инструмент себя очень эффективно показывает. Да, поэтому вот и я обращаю внимание чаще всего на эти показатели. Да, то есть мы можем здесь на самом деле выстраивать этот список таким образом, как удобно нам. Да, вот поэтому сегодня мы сейчас будем работать в основном с данным сервисом, с авточартистом. Для тех, кто, может быть, немного подзабыл, что мы используем в торговле, говоря о графическом анализе, напомню, что это прежде всего горизонтальный уровень, который просто проводится по какому-то скоплению свечей. То есть если мы видим, что цена отбивается много раз, ну либо меняет свое направление просто от какого-то уровня, то мы можем говорить о том, что данный уровень является сильным и может впоследствии себя еще неплохо показать. Вот, например, данная боковая консолидация здесь была, но мы просто освежаем в памяти. Первое – это уровень горизонтальный, следующее – это уровень уже наклонный, то есть когда мы говорим о тренде, мы можем построить наклонный уровень поддержки либо сопротивления. Затем, если у нас можно построить несколько параллельных линий, будь то горизонтальный либо наклонный, мы говорим о канале. То есть здесь, например, был горизонтальный канал, его можно провести либо по этим точкам, мы видим, потому что раз, два, три, четыре касания было именно здесь. Ну либо можно было провести канал по данному экстремуму, по данной вершине, и говорить все равно о боковом канале. Да, он также может быть и наклонным, да, этот канал. Вот, пожалуйста, мы можем наблюдать с вами наклонный восходящий канал, да, тренд по паре евро-доллар на часовом графике. То есть мы видим, что, во-первых, здесь параллельно, да, с нашим большим каналом начинал формироваться, да, этот уровень. Вот, и затем в дальнейшем нашел также свое подтверждение. Так, ну, как я и сказал, мы это просто делаем для того, чтобы освежить быстро в памяти, но плюс, опять же, вот мы сейчас в режиме реального времени, да, без какой-то предварительной подготовки с моей стороны наносим эти ценовые уровни на наш график, да, в торговом терминале. Вот, далее мы уже говорим с вами о более сложных фигурах, да, это может быть треугольник, прежде всего, да, когда у нас идет речь о пересечении нескольких линий, да, которые также могут быть либо наклонными, либо одна из них может быть горизонтальной. Ну, к примеру, вот так, да, у нас сейчас не стоит задачи отыскать какую-то идеальную, да, фигуру, мы просто освежаем в памяти основные фигуры графического анализа, да, то есть мы видим, что здесь было несколько касаний, да, затем был ложный пробой, еще один ложный пробой, да, ну, либо, еще раз повторюсь, данная фигура построена неидеальным образом, да, но, тем не менее, мы можем говорить о том, что это вот такой, может быть, не самый красивый треугольник. Да, может быть, более правильным было бы его построить и по этим двум точкам, вот раз и два. Точка мы видим, да, происходило определенное сужение здесь, и по классическому развитию событий выход произошел в сторону основного тренда. Да, мы говорим о том, что треугольник является фигурой продолжения тренда. Да, в большинстве случаев, поэтому вот в данном случае имело место быть именно такое развитие событий, да. Вот, о чем еще можно говорить? Можно говорить о фигурах разворота тренда, которыми могут выступать двойная и тройная вершины, да, либо двойное и тройное дно, ну и голова и плечи, да, то есть вот прежде всего давайте обратим внимание на пару доллар американский, да, и канадский доллар в начале августа, да, вот восьмое-девятое мы видим, произошел разворот, да, то есть вот, причем он начал формироваться еще раньше, да, вот мы видели восходящий тренд, довольно продолжительный, затем была у нас как раз-таки тройная вершина, да, было три точки, сейчас мы их и отметим на графике, да, вот это скопление ценовое, то есть мы видим раз, два, три, три точки, когда цена не смогла пройти уровень 1.32.35, ну или 1.32.40, там примерно было вот так, да, этот диапазон, да, вот на самом деле видим 1.32.40, там был уровень, который оказался неприступным, да, для американского доллара, то есть дальше он пойти уже не смог, но опять же можно говорить о том, что здесь была корреляция с нефтью, да, которая начала расти вот не так давно, да, относительно, но тем не менее я думаю, что мы общую картину получили, да, и вот более уже близкое по времени развитие событий, здесь уже имеет место быть, ну либо двойная вершина, можно ее обозначить, да, вот здесь как одну точку взять, здесь как вторую, либо даже это мультивершина, да, то есть когда у нас есть множество касаний одного и того же ценового уровня, вот, а голову и плечи найти не так просто и не так часто можно, но опять же вот сегодня благодаря сервису AutoChartist, да, я подготовил для вас и эту фигуру тоже. Да, вот по паре австралиец и американский доллар мы можем обнаружить эту фигуру. Вот сейчас как раз-таки давайте посмотрим, да, нанесем на график именно пару с австралийским и американским долларом и посмотрим, есть ли там на самом деле эта фигура, ну я не сомневаюсь, что она здесь должна быть, да, но вот все-таки давайте еще раз в этом убедимся, да, уберем лишние индикаторы, ну пока они нам не нужны. Учитывая нашу сегодняшнюю тему, да, все-таки мы здесь ориентируемся преимущественно на график цены и на поведение инструментов, да, вот обычно характеризуются головой и плечи тем, что возникает в конце тренда, да, продолжительного. Поэтому здесь, конечно, можно обозначить, можно обозначить данную фигуру, но может быть на Евро Ауди тоже будет поинтересней, но, пожалуй, что нет. Хорошо, вот в целом я считаю, что здесь скорее нельзя говорить о фигуре голова и плечи, потому что, ну графически она здесь и есть, да, представлена, то есть вот мы видим линию как раз-таки плечей, да, потому что вот у нас голова, ну по аналогии я думаю, что вы опять же знаете, да, что это за фигура, она состоит из двух плечей, то есть консолидаций, расположенных выше или ниже другой, да, уже консолидации, которая называется головой, да, в данном случае. Вот, и нам разработчики и аналитики данного сервиса говорят о том, что у нас на паре австралийский доллар против американского доллара есть голова и плечи, с ними отчасти можно согласиться, да, если мы рассматриваем как одно из плечей вот эту консолидацию, да, давайте обозначим её прямоугольником, да, затем мы находим, точнее видим, да, второе плечо формируется, и вот у нас есть голова, да, то есть, ну на самом деле она перевёрнутая, да, в данном случае, то есть вот у нас обратная ситуация была бы, если бы у нас голова была бы вот здесь, да, в этой области, то есть выше. Вот, почему нельзя говорить о данной фигуре в этом случае, ну почему я бы не стал, да, об этом говорить, потому что всё-таки мы не видим какого-то продолжительного нисходящего тренда, да, то есть если бы мы с вами видели нисходящий тренд перед этим, более продолжительный, да, вот например, как восходящий тренд в данном случае, то вполне можно было бы говорить о этой фигуре, потому что всё-таки она является разворотной, да, то есть относится именно к типу разворотных фигур наравне с фигурой двойная и тройная вершина, да, вот то, что мы рассмотрели с вами на предыдущем графике, да, вот мы видели раз скопление и второе, да, уже чуть позже, вот, поэтому всё-таки здесь я бы некоторую оговорку вот в данный показатель, в данную фигуру внёс, да, но опять же, если мы берём с вами как вот это движение, да, вот экстремума 10 августа до минимума 17 августа берём как нисходящий тренд полноценный, да, мы, конечно, можем о нём говорить, потому что было обновление минимальных значений, да, сначала вот была минимальная точка, затем здесь, да, вот раз, два, потом три и потом даже четыре, то есть мы отчасти можем говорить о нисходящем тренде, но вот, например, данное движение, да, несколько портит картину, вот, ну и всё-таки, всё-таки я бы не стал говорить о том, что был какой-то продолжительный тренд, но опять же, я думаю, что просто у себя в голове вы освежили, да, данную информацию, да, ещё раз вспомнили, да, что такое голова и плечи, вот, существуют ещё более редко встречающиеся фигуры, да, например, такие, как, там, веймпел, да, это когда, ну, почти то же самое, что треугольник, только линии несколько на расстоянии находятся, да, и нет пока пересечения. Клин, да, например, есть, вот, кстати, разработчики данного сервиса, да, опять же, ещё рассматривают такую, даже не фигуру графического анализа, а просто такой сценарий поведения цены, они называют ABCD, да, вот это скорее мне напоминает что-то из волнового анализа, да, если вот вы знакомы с волновым анализом, то, я думаю, для себя тоже найдёте здесь определённое сходство, то есть разработчики, да, опять же, сервиса AutoChartist пошли несколько дальше и помимо основных фигур графического анализа ещё расширили свой инструментарий, добавив вот такую аналогию с, я бы назвал это волновым анализом, да, потому что, во-первых, мы видим, что используется расчёт потенциала движения цены на основе уровня Fibonacci, да, они здесь нанесены на этот график небольшой, да, который представлен на странице, вот, и помимо этого логика та же, да, то есть движение раз, как первая волна, да, затем откат, третья волна, четвёртая, опять же, коррекционная, ну и должна быть ещё пятая, если мы придерживаемся волнового анализа, ну, либо движение должно закончиться, если мы вот ориентируемся только на информацию с данного сервиса, да, то есть вот это ещё раз говоря о функционале данной платформы, да, её даже можно так обозначить, вот мы видим, что нисходящий канал – восходящий канал, вот, но всё-таки напомню, да, сегодня у нас более практическое занятие, поэтому давайте посмотрим, что сейчас происходит по основным валютным парам. Да, ну вот ситуацию по евро-доллару мы уже здесь отчасти расчерчивали на истории, да, но давайте перейдём на более актуальный временной период, а именно вот на движение последних дней. Начнём анализ, как обычно, с графика большего таймфрейма, да, с дневного. Если мы торгуем по часовому, да, графику, то должны ориентироваться на дневной график, как на такой более глобальный ориентир, да. Здесь мы что наблюдаем? Сразу бы хотелось отметить то, что можно назвать и нисходящим каналом тоже, да, вот можно его строить, начиная от этих линий, либо всё-таки вот как-то вот так проводить, да, потому что здесь были тоже консолидации. Ну давайте вот проведём его пока так, это не идеальное построение, да, но тем не менее, то есть вот вполне мы могли говорить с вами о нисходящем канале, который продолжался вплоть до середины прошлой недели. Да, это было у нас 15-е, ну даже 16-го, да, произошёл выход. В общем, даже на этой неделе, да, всё верно, на этой неделе произошёл выход из данного канала, да, то есть вот буквально мы видим, что это спровоцировало, да, после себя мощнейший импульс, что подтверждает наличие данной фигуры, да, графического анализа и подтверждает наличие мощного уровня сопротивления, да, который был на этой валютной паре. То есть иначе мы бы не увидели с вами такого сильного движения, да, то есть пара на протяжении уже трёх дней очень сильно растёт, да, и я был бы рад, если бы кто-то из вас, да, поучаствовал в этом движении, потому что на самом деле здесь вполне можно было в этом тренде участвовать, да. Даже на дневном графике, опять же, мы можем отметить, что формируется уже восходящий тренд, он такой более, угол у нас более стремящийся к 90 градусам, да, то есть линия наклонена довольно сильно, поэтому, конечно, нужно перейти либо на меньший таймфрейм, либо можно говорить о том, что вполне вероятен скоро и откат, да, по данному инструменту, но опять же, опять же, против тренда в таких ситуациях крайне не рекомендуется открывать сделку. Вот, пока мы не увидим, скажем, что-то наподобие, там, двойного-тройного касания, да, да, какого-то уровня, вот, причём, если мы говорим с вами о фигуре двойная-тройная вершина, да, то мы должны не просто наблюдать, скажем, какое-то скопление, да, свечей и, там, отбой, точнее, просто отбой, да, от какого-то уровня, то есть, вот, например, данной ситуации не будет, да, двойной вершиной, потому что, ну, казалось бы, раз, два, две точки были, да, но всё-таки мы должны учитывать, что если мы говорим о двойной или тройной вершине, у нас после ещё первого касания, после первой вершины должен быть более-менее существенный откат. То есть, если бы цена, скажем, вот от этого уровня отошла, скажем, куда-нибудь всё, вот, в диапазон, этот, да, 1,1250, там, либо хотя бы к 1,1280, а затем вернулась ещё раз, и мы бы увидели опять, что начинают продавать, да, от этого уровня, то можно было бы говорить о возможном развороте, да, но пока этого не происходит, да, мы видим, что наоборот пару подгоняют, подгоняют к верхним границам, то есть, она вообще не корректируется практически, да, и всё это выкупается, то есть, её всё гонят, гонят, гонят вверх, вот, что может опять же говорить о том, что восходящий потенциал ещё не исчерпан, да, то есть, мы можем наблюдать и более существенные движения цены в ближайшие дни, да, но, опять же, обозначив, ну, вот пробив вот этот наклонный, да, уровень, у нас больше не остаётся уровней сопротивления сильных, вплоть до уровня 1,14, да, то есть, вполне цена сейчас имеет потенциал по паре евро-доллар, да, дойти до уровня 1,14, вот, поэтому, вот переходя на часовой график, да, опять же, мы можем для себя, для нашей торговли, да, обозначить уровень основного тренда, да, который вот направлен, скажем, так, да, а затем уже перейти к разграничению уровней более локальных, таких как, ну, вот сейчас, да, которая консолидация продолжается, то есть, у нас есть либо даже боковой здесь, да, уровень, то есть, горизонтальный, либо можно его провести как наклонный, да, потому что всё-таки поджатие здесь есть определённое, вот, и мы можем его обозначить как наклонный, только вот начать, наверное, нужно было не совсем с этой точки, но, тем не менее, да, вот мы видим, что сейчас также формируется, здесь уже восходящий локальный такой канал, вот, поэтому, конечно же, пара евро-доллар выглядит сейчас всё ещё перспективно для покупок, но в любой момент может произойти коррекция, поэтому, вот, опять же, мы обозначили для себя, вот, например, этот, да, сильный уровень, он является таковым, потому что является зеркальным, да, цена сначала здесь, отбивалась от него, затем здесь, поджимали, да, к этому уровню 1, который 1.13, да, он соответствует, либо 1.12.90 здесь, можно его так обозначить, вот, и, скажем, после закрепления цены ниже этого уровня, вот уже можно будет задуматься о первых продажах, а пока же об этом думать не стоит, да, как мне кажется, потому что всё-таки тренд восходящий выглядит весьма сильным, да, то есть вот наш порядок, да, алгоритм действий, находим сначала на дневном графике, да, какие-то более масштабные тенденции, да, обозначаем уровни, вполне вероятно окажется так, что мы сейчас будем наблюдать по какому-то другому инструменту, да, ситуацию, когда на дневном графике у нас пробивается важный уровень, вот, что позволит нам на часовом графике, да, с меньшими рисками уже захватить и поучаствовать в этом движении, вот, затем мы переходим с большего таймфрейма на меньший, да, в нашем случае на часовой, и смотрим за развитием событий уже именно на этом интервале, да, ценовом, работая уже по более локальным фигурам графического анализа, да. Вот, далее предлагаю перейти на пару с канадским долларом, да, но здесь всё так же. Вот сейчас, кстати, мы последние дни наблюдаем очень такие сильные безоткатные движения, да, а вызваны они были чем? Именно пробоем, да, и выходом за границы тех консолидаций, которые очень долгое время формировались. То есть август может быть таким же интересным, как и в прошлом году, да, вполне можно об этом говорить. Вот, что мы видим по паре канадский доллар и американский доллар, да, вот мы с вами на часовом графике ещё находясь, обозначили как двойную вершину, да, вот данный уровень, перейдя на дневной график, мы можем видеть, что оказывается, это сильнейший уровень, который показывал себя и гораздо раньше. Да, посмотрите, как точно. То есть мы поставили уровень на часовом графике, так, вот данный, да, горизонтальный уровень поставили на часовом графике, а оказалось, что он отлично себя показывает и на дневном тоже, да, то есть если мы сейчас уберём лишнюю линию, вот мы видим, что и ранее, да, он себя отрабатывал. Более того, если мы отметим вот данную линию ещё, да, нанесём на график, посмотрите, у нас как точно получается, отрабатывает фигура треугольник, да, опять же, касание было раз, затем два, да, по телам свечей мы проводим, тени оставляем за границами данной линии, затем три и четыре. И вот на пятый раз происходит пробой и закрепление ниже этого уровня, да, это не что иное, как треугольник, которая фигура, опять же, является говорящей о продолжении тренда, да, у нас более масштабный тренд последнего времени нисходящий, и мы видим, опять же, продолжение этого нисходящего тренда. Вот я считаю, отличная возможность, да, была здесь продавать, да, вот, то есть, после выхода за эти границы мы видим, что цена уже на протяжении раз, два, три, четыре, шести дней, да, безоткатно снижается. Вот, то есть, опять же, мы можем говорить о том, что отлично себя показывает фигура треугольник в данной ситуации. Вот, пожалуйста, если какие-то вопросы у вас появляются, да, вы можете их задавать сразу по ходу нашего вебинара, вот, и я с удовольствием на них отвечу. Тем более, что мы уже постепенно приближаемся к завершению, да, нашего сегодняшнего занятия. Вот, далее давайте рассмотрим что-нибудь из сигналов именно авточартист, да. Например, можно посмотреть, ну, давайте тот же треугольник, да, возьмем, скажем, по паре евро-франка, да, это 15-ти минутка, поэтому это более для скальперов подходящая, да, таймфрейм, да, более подходящий, вот, и мы можем уже здесь более, можем сразу, да, увидеть дальнейшие движения цены. Вот если мы откроем 15-ти минутку, да, здесь можно обозначить, на самом деле у меня уже здесь были небольшие заготовки, видите, можно обозначить как треугольник сужающийся, причем линию нижнюю можно провести как наклонную, да, это не будет ошибкой здесь, либо, как советуют аналитики авточартист, можно провести ее горизонтально, да, вот, видимо, на этом уровне, на этом уровне, я бы все-таки, наверное, остановился бы на ситуации, когда мы проведем линию под углом, все-таки здесь наклонную на основе двух или даже трех, получается, здесь вершин, вот, видите, на мой взгляд, так будет более правильно, потому что раз точка, вторая точка — это тени, да, и третья уже тела свечей, да, закрываются и оказываются внутри треугольника, то есть, вот, на мой взгляд, так более правильно будет построить, вот, правы мы или нет, узнаем уже совсем скоро, потому что, опять же, у нас интервал 15-минутный здесь, да, находится, поэтому вот очень близок выход из этой консолидации. Опять же, если мы говорим с вами о часовом графике, да, то здесь более вероятен выход, ну, хотя здесь вот сложнее говорить, потому что у нас был тренд вверх, да, и сейчас все-таки у нас нисходящий тренд формируется, поэтому здесь более вероятным выглядит движение вниз, да, то есть, выход и пробой нижней границы, то есть, уровня поддержки. Вот, но, опять же, опять же, еще сохраняется здесь диапазон, да, потенциал для того, чтобы пара продолжала консолидироваться внутри этого треугольника, да, поэтому может произойти еще в течение, скажем, ну, одного-двух дней, да, сегодняшнего и завтрашнего дня может происходить эта вот консолидация, да, как раз-таки внутри данного диапазона цен. Так, двигаемся дальше. Давайте посмотрим опять либо одну из возможностей, которые есть у нас в данном сервисе, причем, видите, вот еще по качеству, да, они отсортированы, то есть, есть более качественные сигналы и менее качественные, да, то есть, вот давайте подберем какую-то более качественную возможность, например, по Новозеландцу, да, треугольник на часовом графике. Вот, давайте будет очень интересно рассмотреть данную валютную пару. Сейчас я открою график новозеландского и американского долларов, да, и мы увидим, есть ли там на самом деле тот сигнал, да, о котором идет речь, представлен ли там треугольник, да. Так, часовой график открыли. Ну, тоже на самом деле можно здесь говорить об этом, причем также формируется довольно давно уже здесь восходящая линия, да, с четырьмя точками, раз, два, три, четыре, то есть, она является довольно сильной. И есть такой горизонтальный, скорее, уровень сопротивления, да, который цена не может преодолеть уже довольно давно, да, начиная примерно с 11 августа. У нас был один отбой, затем еще один. И впоследствии еще два. Да, то есть мы можем говорить о том, что четыре раза цена отбивалась вот этого уровня. 0,73, да, 0,4, там либо 0,73, просто можно его обозначить. Вот, конечно же, данный уровень является очень сильным, вот, и опять же будет крайне интересно понаблюдать за развитием событий, да, то есть мы можем для себя составить определенный торговый план. Что мы будем делать? То есть мы будем ждать приближения цены к верхней границе, да, учитывая, что пару все время поджимают снизу, здесь очень вероятен пробой этого уровня сопротивления. Мы можем для себя определить следующий сценарий, либо мы входим отложенным ордером на пробой этого уровня, да, и оставляем сделку открытой. Либо мы можем дождаться не только пробоя, но и отката. То есть в последнее время часто бывает, что после пробоя, да, цена возвращается либо к этому уровню, да, и тестирует его в качестве уже уровня поддержки, либо и вовсе выходит обратно вниз, и потом наблюдаем повторный возврат выше этого уровня, и вот тогда уже тоже появляется идеальная точка для покупки. То есть мы можем обозначить себе некоторые диапазоны, да, вот, например, после пробития, да, и закрепления вот здесь, даже вот так вот давайте обозначим, да, то есть мы можем входить либо здесь на пробой, да, либо дождаться отката к одному из уровней. Это может быть опять же уровень 0.73, либо даже один из уровней, которые ниже расположены, то есть там вынести могут сначала и тех, кто поторопился с покупками, да, и только потом уже после возврата опять выше этого диапазона, мы можем покупать уже даже с гораздо более близким стоп-лоссом, потому что после повторного возврата выше этого уровня, в большинстве случаев, да, в 90% случаев таких цена двигается сильно и сильно вверх, да, то есть посмотрим, что у нас на дневном графике, то есть в целом здесь опять же уровень этот довольно сильным является, да, мы видели, что еще и в июне была консолидация здесь же, вот, и если этот уровень будет преодолен, то наши ближайшие цели будут на 0.75, 17, да, а впоследствии на 0.76, 60, да, либо 80, вот, то есть вот так можно составить себе такой торговый план, да, ну и второй альтернативный сценарий, да, если цена опять не закрепляется выше этого уровня, да, да, мы после подтверждения можем начинать продавать. Лучше этого не делать, пока не будет пробит вот этот вот сильный, да, уровень поддержки наклонный, да, трендовая линия, вот, но можно, если у вас более агрессивные торговые стратегии, можно начинать продавать уже как можно ближе, опять же, к данному уровню, да, размещая стоп-лосс, можно даже не стоп-лосс разместить, а помимо стоп-лосса еще и отложенник на покупку, вот, за уровень 0.73, да, то есть вот такой вот полный сценарий может быть по паре новозеландский доллар и доллар американский, да. Вот такой вот мы сегодня анализ провели, да, по валютным парам составили, я думаю, представление, да, о дальнейших движениях цен, да, на основе именно фигур графического анализа. Вот, также подводя итог, да, хочу напомнить, что сегодня мы с вами освежили, да, в памяти и вспомнили основные фигуры, да, графического анализа, как они выглядят. Вот, вот, я надеюсь, в ходе, вот, онлайн-поиска, да, этих возможностей мы стали чуть ближе к такому уровню подготовки, да, когда мы сможем максимально быстро определять их на графике, да. Вот, и думаю, что чем больше времени вы будете этому уделять, тем быстрее вы будете находить эти торговые возможности, тем меньше времени у вас будет занимать анализ и разбор текущей ситуации по рынку, по той или иной валютной паре. Вот, на сегодня хотелось бы, наверное, завершить нашу встречу, да, напомню, что с понедельника по четверг каждый день в 7 часов по московскому времени мы работаем, да, для вас. Вот, пожелания ваши, да, по темам также будем рады увидеть. Вот, и, конечно, любым путем вы можете, любым путем коммуникации, да, можете задавать свои вопросы, будь то онлайн-чат, телефонный звонок, либо почта, да, компании Амаркетс. Вот, поэтому на самом деле надеюсь, что сегодня вам было интересно и самое главное полезно, познавательно, да, потому что главное, чтобы мы могли что-то вынести, да, для себя из этих занятий. Вот, наблюдаем за развитием событий по рассмотренным сегодня парам, да, сегодня, к сожалению, не успели посмотреть нефть и золото, но по нефти сейчас можно, наверное, говорить о том, что будет продолжено ралли, там, до 55, может быть, да, вполне. Вот, хотя, опять же, многое будет зависеть от того, сумеет ли пара удержаться выше уровня 50. Да, еще и другое значение там есть. Вот, ну оставим это на следующую неделю уже тогда, да, вот теперь, получается, мы с вами встретимся в понедельник, да, я и мои коллеги будем работать для вас также в 7 часов по московскому времени. Вот, всем еще раз спасибо, мне было очень тоже приятно и интересно с вами поработать. Вот, до новых встреч, увидимся с вами на наших вебинарах. Субтитры сделал DimaTorzok